приветствую ребят сейчас видно не видно 4 часа 3 минуты если не встал в 3 30 раздуплился пока туда-сюда умылся туалет кофе и в 4 часа выехал сегодня у нас такой плодотворный день если ничего не изменится как она бывает сегодня у меня три заказа только первый заказ на большую машину два последующих будут на маленькую вот сейчас едем там комус или куда ну короче грузимся у клиента на складе а отвезти в комус руби посмотрим вот ну и что касается жизни перевозчика многие там смотрят мечтают и так далее так что конечно еще можете меня вдобавок посту поздравить но у меня сегодня дорожения а я в 3 30 встал и 4 часа еду на работу так что вот такая вот жизнь такая вот жизнь перевозчик без пяти пять даже без восьми минут не осталось одна минута ехать мне надо было ну надо быть в 5 как чуть-чуть заранее получилось приехать это довольно новый клиент хотя тут уже были и газели наши и фуры а я тут вообще первый раз клиент как бы так прикольно получилось то что у нас есть один старый клиент они не заказывают именно на постоянную а периодически когда у них своя машина не успевает или сломалась и так далее а тут как бы получается типа его жена и он жене советовал советовал что что ты не заказываешь типа у нас мы такие хорошие перевозчики и так далее он нами как бы восхищается и она начала заказывать у нас но она работает на другой фирме получили получается так вот ладно короче что тут где тут зачем тут если ничего не знаю мне есть телефон сейчас буду звонить правильно я приехал и вот там он стоял на их ту что я показываю не видно но он сзади склад не уже грузит то ли меня ждали то ли что тоже приехали к этому времени то что еду маркет-маркет-плейс вот этот кому станут там уже много этих маркет-плейсов стала и леруа даже выступает как marketplace кто не знал там и так далее но короче всего много получилось и куда-то я гружусь но у меня в пять утра у час 459 загрузка 8 15 лего сколько выгрузка окно типа у меня вроде там прошлая прошлой разы машины ездил ли без задержек то есть не это то что в 12 уже не надо быть на другом на другом заказе потом в два в три дня быть на третьем заказе только на маленькой машине а тут по идее 8 15 если без задержек но часов десять я думаю даже может быть чуть раньше буду дома машину поменял и 12 успею но сейчас пока грузят а может мне окно подвинется пораньше если я пораньше приеду ну короче не знаю посмотрим все пять утра 5 00 короче я только выехал не сильно понял юмора ну не знаю может и доляку посплю ли что в общем я загрузился приехал в пять утра загрузился загрузился сейчас пять двадцать три я уже минут пять десять разбираюсь куда ехать если я правильно угадал потому что реально ничего не дали не скалит комус в домодедово это самая точная информация которая знаю больше не адресом ничего ну ладно короче тут слад большой не думаю что комус там в домодедово много складов огромных но факт в том что загрузили меня за минут 15 там чуть разбирался сейчас мне еще ехать 23 минуты и буду я там 547 то есть даже 6 часов не будет а выгрузка окно у меня 815 815 выгрузка а склады работают с 8 то есть я за два часа раньше приеду зачем зачем грузиться было в 5 5 утра не сильно врубился потому что даже в 6 вы загрузились я бы всем был на выгрузке а 8 только склад открывается врачи какой-то хоть и трэш это они там переживают чтобы успеть или чтоб то что так заранее просто капец вот эти склады тут выезд на объезд вон там вот написано комус машина на разворот пошла вроде как сюда приехал куча грузовиков стоит куда что тут блин не знаю вообще я тут первый раз вот это наверно и есть комус короче сейчас пойду узнаю что может там и пустят то что вроде не работает на самом деле работает короче вот вроде такомус тут еще одна проходная чудо же платился вон моя машина стоит вон аж самом конце светится где там пошел туда там что-то идите сюда уже подойду по приторте сюда цель 200 метров правильно или нет значит его ночь я стою за двумя фурами короче всем утра с документами надо он туда где я был всем утра сейчас 6 еще даже нет шести ладно короче сюда сейчас перебазируюсь поближе будем ждать 7 утра короче ребят только выгрузился короче сейчас время чего нас 917 у меня 815 типа был окно короче до 7 простоял на кпп 7 часов мне сюда запустили вот тут вот это диспетчерская он если видно короче там пошел всем всем утра в 714 я встал в очередь даже смс приходит какой-то 714 встал в очередь встал в очередь вот 714 стал в очередь заявка такая-то короче 830 только меня поставили на ворота поставили на ворота надо было прийти сюда забрать этот внутренний внутреннюю накладную пойти на склад потому что на складе не выгружали пока не это пока типа не принесешь этот складскую накладную то есть по дождю пошел сюда только выгрузился еще стоял там в воротах то что этот кладовщик куда-то потерялся пока я ходил сюда за документами вот потом только выгрузился типа иди относи документы круче 3 раза сюда ходишь весь мокрый блин кучу совдеповская сдача получается ну и там конечно никто никуда не спешит на короче 917 пол десятого я сдался сейчас еду домой меняю машину меняю машину и этот и еду на на маленький еще два заказа впереди погнали а домой вроде как полтора часа я смотрел сейчас может быть изменилось что-то все ладно погнали так ну что ребят короче по поводу удорожания машин появилась меня такая мысля как бы продать газон и взять в лизинг типа камаза или что-то типа того там фатон или как они там еще есть такие машины называется все эти в комментариях круче но больше меня привел камаз потому что я что-то не смотрел фатон скажу что не не смотрел а вот эта вторая машина как называется но короче на базе камаза который велика на базе которая делается камаз китайская что камаз что-то она стоит в районе 7 миллионов вроде если не ошибаюсь или или дни в районе 8 7 вроде миллионов было там 6 800 как-то 6 900 в зависимости от комплектации от кузова и так далее вот поэтому что вот эта машина как сейчас посмотрю что там не наш заклинило так сейчас посмотрю посмотрю как называется сейчас сейчас они распространенные и вы все их помните джак вот джак думал на базе джака вот и что-то где-то что-то они по одной цене в принципе получается вот и думал ну чем не привлек камаз тем что субсидия была государственная 950 тысяч то есть получается там практически 7 стоит машина тебя дает ее там за 6 одно за 5 за 5 с копейками там за 5 800 и так далее вот и я что-то думаю может взять себе новенькую машину и пускай будет как бы лизинг у меня есть ложка на ней она работает с ндс списывать ндс брать какие-то заказы это первый вариант либо также у меня есть ндс и взять например водителя вот напишите в комментариях кто-то бы хотел работать на новеньком камазе например или на новеньком джаке но пятитоники или это какая-то глупая затея на чете были бы желающих поработать желающие поработать короче такой дождь пошел сейчас заправил заправился газом 3149 вот где магистраль там есть заправки которые поди севле машину даже мыть не хочу то что вся грязнючая и льет и льет я говорю у нас вчера позавчера позавчера полдня не было дождик этом с утра чуть-чуть а вчера а вчера учить целый день было даже солнышко и такая хорошая погода просто оттас был а сегодня вот как с утра началось где-то с пяти я вот нам кат выехал даже с пол пятого утра и вот до сих пор льет завтра вроде опять этот хорошая погода но один день потом опять дожди короче пипец полный сейчас включу чуть-чуть это включим газ и надо по убираться но такая у меня вот кроссовки все блин грязная коврики на помыть потом салону это пускай подсохнет смысл вышел зашел родной одно и то же так и заправился через яндекс короче что с заказами я сейчас один заказ можно сказать сделал какой творческий сделал потише сделал творческий заказ и сейчас еду еще на один заказ аж всходнюю ладно все погнали правда стекло еще сейчас на стекло врублю стекло еще не не распотелось так ребят уже темнеть начинает уже почти пять часов я закончил выехал домой а домой ехать полтора часа где-то 18-15 я буду дома но в принципе не так уж поздно но я выехал довольно рано получается выехал в этот в четыре часа я выехал а встал вообще пол четвертого ну еще то я на втором заказе но на третьем получается на последнем заказе я уже засыпал если честно туда еле доехал там что-то сидел пока вы грузили выгружали засыпал сейчас вроде раздуплился чуть-чуть и доехать домой и отдохнуть уже что-то это завтра тоже работа но завтра последний рабочий день так ладно с этим с работой работой вроде идет хорошо кстати по поводу работы на газелях по москве там в описании есть сайт заходите на сайт есть телефон и кому нужна работа нам нужно 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 пару парочка машин не хватает кому интересно в описании есть сайт вот по поводу стоимости машин я сказал что я хотел камаз или вот этот джак джак стоит и камаз стоит стоил сейчас не знаю 6 800 вот там плюс минус и на камаз была субсидия минус миллион то есть там грубо говоря 5 800 я думаю может быть как-то так вот срезать ндс и все такое и связаться за это и вчера я начал узнавать вчера поднял лизинговые компании кое-какие пообщался короче субсидия отменилась ну не отменилась она закончилась она закончилась 31 октября то есть уже ноябрь субсидия закончилась и ее пока нету потому что эту машину тоже я брал по субсидии но это было еще в 2020 году и эти субсидии я думаю они появляются периодически только у них есть свой период и на данный момент она закончилась то есть камаз и джак это уже покупается что одна машина что другая по полной стоимости по 6 800 это и так далее плюс еще что-то подняли опять утиль сбора получается как мне сказали что там машина что стоило например ну там рю там 5 то есть 6 800 я говорил это плюс-минус там какая комплектация там то есть все там но получается так что говорит вот сегодня у нас была сделка это менеджер в тб лизинга мне сказала вот сегодня была сделка должна была быть сделка или была сделка ну короче неважно сделка и машина например к примеру стоило 6 там 6 900 какую-то они там или в или 7 900 они какую-то там я не уточнял марку машины она сказала 7 900 машина должна была быть уже восемь сто то есть на 200 тысяч она стала дороже но благодаря этому утиль сбору плюс еще я слышал что и так и так машины будут дорожать то есть с этого слышал на 10-15 то ли на 15-20 точно не помню ну короче машины будут дорожать еще там грубо говоря там плюс-минус 15 процентов то есть вот такая вот канитель и посмотрим уже то что если бы я жду может сейчас ведут перед новым годом какие-то субсидии скидки там от государства и так далее может быть тогда придется решение а вы так вообще напишите чтоб как бы я на этом точку пока не ставлю еще висячий вопрос и поэтому просто напишите в комментариях кто-то бы желал бы работать ну например на пятитоники там по москве например москва питер ну такие рейсы как бы работа пока вроде есть как бы по зарплате и так далее там это все определимся обдумаем ну чтобы для кого-то понимание был бы человек например для работы если был то как бы может быть решение бы принималось более оперативно потому что россии там две машины работает то есть я на это или на большой газели плюс пяти тоник если нету то тут уже получается три машины я на этой на большой газели и на пяти тоники то есть вот такая вот может быть тогда уже будет думаться там что-то продать там что-то это ну короче я так вот просто а так вы просто напишите может кто ищет работу категория c по москве и москва питер то есть пока вот такое направление мне бы хватило ну пока я планирую то есть мне бы хватило что-то не то сказал пока такое направление вот такого на таком направлении думаю плюс еще может быть какие-то и другие будут выстреливать направление которым на которых вот интересно ладно короче на этом будем заканчивать такой ролик просто с вопросом то есть о принятии решения и просто о том что может быть реально есть люди которые ищут работу хотят работать и так далее плюс я что что на пяти тоники что на газелях на своих у кого есть свои газели или или типа газель тоже в описании есть сайт на сайте есть телефоны заходите смотрите и звоните на этом все ребят всем пока удачи до увидимся в следующем видео пока пока